так ну что всем добрый день дорогие коллеги меня зовут анастасия надеюсь меня слышно и видно хорошо если так то напишите пожалуйста что-нибудь в чат кто откуда чтобы мы понимали из каких районов регионов нашей необъятной страны нас смотрят и видят сейчас как раз у нас еще участники добавить минутка 2 и мы с вами начнем тюмень прекрасно жигулевск супер что еще что еще урал каменск уральский московская область все прекрасно кто-нибудь еще москва первопрестольная замечательно красноярск сибиряки пошли санкт-петербург культурная столица супер с разных как говорится районов региона в пермске кларок рай владимир замечательно так активность пошла участника нас тоже стали прибывать по ходу еще можете дополнять смоленск краснодар здорово как мы все вместе с вами здесь собрались с нашей большой огромной необъятной страны так но мы пожалуй с вами потихонечку начнем кто-то по ходу если у нас будет дополняться будет здорово и дальше по ходу я еще раз представлюсь только нам только что присоединился меня зовут анастасия я исполнительный директор очень молодой но безумно быстро развивающийся компании с которой вас сегодня познакомлю точнее с ее деятельностью мое выступление вообще будет состоять из трех частей первое я вам расскажу о нашей компании второе я передам слово своей коллеге нам расскажет про полетную компанию про полетную программу на территорию дагестана не только и третье кто с нами будет до самого конца сможет поучаствовать в розыгрыше где будут разыграны очень крутые три приза будет задано три вопроса вопроса по теме нашего сегодняшнего рассказа поэтому пожалуйста будьте внимательно оставайтесь с нами до конца чтобы получить очень интересные плюшки и фишки потихонечку начнем и подготовили для вас очень такую насыщенную интересную емкую презентацию первое что хочется сказать что наша компания визит дагестан существует формально относительно недавно и относительно недолго буквально с конца прошлого года за это время мы ушли уже успели войти в реестр туроператоров нас есть свой номер он на слайде также у нас появились представительства в москве в городе пскове санкт-петербурге наш официальный офис находится в городе махачкала и мы стали членом двух очень крупных ассоциаций но дополню что фактически в туризме мы находимся на кавказе с двадцатого года с того времени когда как раз началась пандемия и когда многие стали переключаться на внутреннюю внутреннее направление поэтому собственно кавказ это то чем мы занимаемся но пока что соответственно дагестан пока что занимается именно этим так у нас кажется пропала презентация я ее не вижу секундочку вижу все прекрасно дальше почему именно мы у нас есть большое количество плюсов первое это опыт и знания опыт и знания позволяет нам формировать очень хороший туристический продукт мы много где ездили много что видели не только конечно дагестан и понимаем где и как можно составить какую-либо программу по очень выгодным ценам для гостей ну и соответственно для агентов второе это командная работа прекрасно понимаешь что турпродукт это не работа только одного человека здесь завязаны все и менеджеры и исполнители гостиницы и трансферы и водители и в совокупности своей при налаженной работе это даст очень хороший результат третье это постоянное развитие это касается уже непосредственно развития новых направлений новых каких-то точек посещения и прочее четвертый индивидуальный подход потому что мы стараемся специализироваться не на больших и массовых турах а на небольших авторских больше путешествиях где естественно каждый гость для нас важен удовлетворить у каждый запрос следующее это круглосуточная поддержка она касается нашего телефона и также на сайте у нас есть бот я вам потом его покажу для этого чат куда можно обратиться за тем или на вопроса следующее качестве профессионализм лучше всего об этом говорят наши отзывы отзывы наших гостей следующая это иммерсивность программах под иммерсивностью подразумевается погружение в программу погружение в куда местность это мастер-классы по приготовлению например чуду национальное блюдо национальный пирог либо же мастер-класс по коврот качеству ну и классика дагестана это мастер-класс по лизы кинги хочешь не хочешь то все равно появляется желание научиться ее танцевать и два следующих преимущества они больше интересно уже для самих агентов это возможность онлайн бронирования они вам позже скажу и это повышенная агентская комиссия 18 до 20 процентов позже я вам скажу еще способ как можно увеличить ее еще немножечко больше прежде чем я начну рассказ о наших турах я бы хотела вам показать некоторые интересные кадры сделаны в наших поездках чтобы почувствовали ощутили атмосферу дело в том что с нами в турах периодически ездит наш фотограф который делает и для наших гостей для нас замечательные снимки которые мы можем использовать потом в разных целях он слева стороны у нас милая барышня наряжена в костюм горянки с кувшином в гунибе в гунибском краеведческом музее сверху это супер транспортное проходимое средство всем известно для того чтобы подняться в село филя снизу это юг дагестана село курош и с правой стороны это группа энтузиастов дошедшие которая смогла дойти до взрывского водопада это в основном кроме гунибе южной локации ну и еще немножечко фотокадров чтобы прочувствовать это все настолько насколько возможно дальше касаемо у наших конкретно программ их основных 5 но есть разные инструменты как их можно немножечко модифицировать где-то переделать и сделать более комфортными для себя первые две программы это визит дагестан 5 дней и 4 дело в том что на практике мы выяснили что чаще всего популярнее всего это заезды на 4 или на 5 дней которые не открывают человека от сильно какой-то там своей реальности но позволяет погрузиться в атмосферу и позволяют что-то интересное увидеть без сильной усталости дальше третья программа это море морская программа и четвертая это рафтинг мини-тур мини программа тоже связано с водой и наша новинка это гастроминный тур визит южный дагестан теперь обо всем по порядку первое что на что хочу обратить внимание у нас везде на каждом слайде с программы есть правой стороны qr-код вы при помощи него можете наведя камеру на него перейти сразу на ссылку на описание своей программы более того на наш сайт кстати говоря вы тоже можете перейти сверху есть кнопка дальше справа внизу вы можете увидеть карту карту с направлениями примерно ориентироваться да где и как дело в том что дагестане чуть меньше 50 процентов территории этой горы и все они расположены в основном во второй половине внизу как раз все эти стрелочки локации и соответственно каждой программе небольшое описание первый день махачкала махачкала столица республики очень часто выключать на самом деле из туров то связано с тем что некоторые люди считают что коль город молодой правда так есть что там нечего смотреть но на самом деле так там есть очень интересные объекты для посещения есть что интересного увидеть ну и в конце концов когда ты приезжаешь какую-то страну или в какой-то регион первое что ты хочешь посмотреть это столица то есть понять определенный уровень развитости в той или иной территории следующая локация каньон салатский каньон без него никуда совершенно для классика как бы нам не хотелось обходить возможно его в стороной чтобы не повторяться но многие едут дагестан в том числе ради него третий день это поездка в горы село гуниб и салатинская теснина салатинского щеля гуниб про него обычно говорят так кто не был в гунибе тот не был в дагестане она и важно с точки зрения истории с точки зрения пейзажа безумно красиво а салта это то место где людей поражает природа узкий красивый проход в горах и в определенный сезон там еще появляется подземный водопад и с прошу прощения самая главная фишка нашей программы это четвертый день это ахты термальные источники и аул филя это как раз и есть южная часть дагестана внизу по цифре 4 это очень близко к границе с азербайджаном дело в том что основные маршруты которые здесь разрабатываются они все связаны с севером обычно дагестане так говорят что вот мол весь туризм аварцам достался аварц одна из крупнейших националистов дагестане проживающие и они проживают как раз в районах там где лучше транспортная доступность многие известные локации на там расположены тот же сего гуниб тот же сего консут или например хунзах так далее но это не значит что только на севере красиво а на юге не очень нет дело в том что на юге пока еще транспортная инфраструктура не такая возможно обильная процессе дороги появляются направлении новые локации тоже и инфраструктура и потихонечку народ тоже ехать туда начинает но пока еще небольшом количестве и мы считаем что юг дагестана ни в коем случае нельзя исключать ахты рядышком термальные источники это радоновая вода сероводородная температура которую больше 40 градусов они известны еще в испокон веков и ауфеля почему хочу на нем подробно остановиться дело в том что возможно вы сталкивались часто с таким местом которое часто программа бывает село гамсутель аул призрак заброшено село гамсутель очень популярных программах но очень избитая очень многолюдная но не едином гамсутлем дагестал жив дело в том что дагестане больше 60 заброшенных сел так исторически сложилось и аул филя как раз отличная альтернатива отличная альтернатива тому секунду чтобы посетить похожее место но не такое многолюдное и более доступны и соответственно городе бен модификации эта программа доступна в том варианте если выбрать вариант комфорта это проживание в отелях не ниже категории четырех звезд почему четыре звезды потому что дагестане пока 5 звезд еще просто-напросто нет такие отели есть и в дербете и в махачкале но это несколько уже делать программу более высокой под снег но и по уровню комфорт следующая наша программа это визит дагестан четыре дня три ночи ее отличает то что здесь нет посещения южной части непосредственно границы с азербайджаном ахты и всего филя на более короткая соответственно более бюджетно более доступные оставшиеся локации между собой схожи дальше а третья наша программа это некоторый программа презентация некоторый аналог отдыху на турецком побережье но единственное что его отличает то что здесь пока еще пока еще нет такого сервиса а суть очень схожи то есть сюда включена трансфер проживание завтраком и на выбор либо город дербет либо город из бербаш как правило ты гостиница трехзвездочная и включена еще две экскурсии махачкала и город дербет остальные функции однодневной экскурсии согласно расписанию можно выбрать и сделать для себя тур максимально как бы удобно максимально комфортно дальше в чем фишка этой программы в том что это достаточно бюджетно как раз за те кто хочет быть на море и иногда куда-либо выезжать и также доступен вариант с авиабилетами из санкт-петербурга более подробно по стоимость по описанию отеля можно познакомиться как раз на нашем сайте по ссылке керкур хороший вопрос про море чище увидела сразу отвечу море чище город из бербаш принято так считать что избирка как вы коротко здесь называют более чистое море там залив очень мелкий вход очень хорошо прогревается температура летом 29 градусов очень классно быть там с детьми потому что многие дети же не могут на большую глубину заходить куда-либо а вот каспион относительно мелко как бы ты идешь там 50 метров от берега 100 метров от берега все еще по колено там или по пояс поэтому в этом плане конечно сбербашь и плюс он ближе к аэропорту там около 40 50 минут езды то есть 40 50 километров надеюсь нет у отеля своих пляжей нет есть только лишь общие пляжи они частично благоустроены там лежаки переодевалки небольшие души и не более того дальше там если что будут отвечать вижу подходили дальше следующая наша короткая мини программа это тоже связано с водой нужен с горной это рафтинг в дагестане рафтинг на реке аварская койсу в дагестане вообще рек огромное количество больше 6000 несколько из них есть крупные реки языки аварской койсу как раз например образуется потом с улак река с улак и с улакс каньон так вот здесь проживание одна ночь включена в махачкале в гостинице трезвезды трансфер в аэропорт обратный и экскурсия во второй день это посещение села галута это как раз таки для сплава и посещение села говор сплав не категорийные ну точнее как не категория 1 2 категория где не требуется никакой специальной подготовки соплавляются в основном на вот таких как вы видите с правой стороны внизу рафты 8-10 человека правило с инструктором достаточно бодро потому что все-таки река горная вода бодрячая но очень запоминающаяся история а по центру фотографии вы видите как раз это селение гор само село тоже заброшено и вот там в селе находится этот выступ который тут в народе называть язык тролля откуда появляются такие интересные одновременно страшно красивые фотографии дополнительно здесь оплачивается трансфер в первый день из аэропорта в отель но учитывая то что аэропорт находится там 20 километров от махачкалы это и недолго по времени и совершенно недорого по цене едем дальше моя любовь это следующий наш эксклюзивный новый тур гастро винный тур визит южный дагестан продолжительность пять дней четыре ночи здесь уже ориентация опять же больше на юг первый день мы точно также оставляем каньон второй день у нас деребент плюс винодельно дело в том что дагестане большое количество есть виноградников вообще производство коньяка в россии массовая тоже началось именно с дагестана еще в конце 19 века и количество виноградников постоянно увеличивается соответственно есть заводы которые занимаются переработкой это могут быть соки а могут быть и напитки чуть крепче чая это например в дербенте дербентский коньячный комбинат завод игристых вин и дербент медицинская компания та которая занимается производством молодого вина тихого и игристого вы в своих магазинах в сетевых магазинах можете встретить их продукции под брендом 2k и соответственно в чем фишка эта программа в том что мы отправляемся прямо на производство нам рассказывать что то как более того есть возможность продегустировать продегустировать разные напитки не просто продегустировать а понять что из себя что представляет и что-то с собой приобрести дальше третий день это аул филе а у нас остается тот же самый заброшенный село призрак и фишка этой программы которой нет ни в одной другой это посещение села куруш это приграничная территория село куруш является самым высокогорным селом в европе и самым южным селом в россии на своем пункте целом высота на которой находится чуть больше двух с половиной тысяч метров единственный момент что туда нет возможности проехать полностью на комфортном транспорте мы делаем пересадку и делаем заброс на буханках на уазиках для людей это получается знаете такой своего рода интересный экспириенс как джип-тур что-то вроде а по пути очень красивые виды дело в том что в круж едут ноги для того чтобы полюбоваться четырехтысячниками иногда даже сходить на них самые высокие точки дагестана они расположены как раз на юге из куруша как раз открывается вид на такие горы как шалбуздак у него высота чуть больше 4000 метров гора базар дюзю высота у меня почти 4500 виды просто невероятные захватывающие единственный момент что так как это пограничная зона туда заранее нужно подавать списки гостей хотя бы за две недели до начала заезда чтобы успеть сделать разрешение это обычная формальность но она необходима четвертый день это зрыхский водопад ахты термальные источники у нас также остается до зрыхского водопада не так много ходят большие группы потому что там нужно приложить усилия во-первых что пройти и опять же локации пока еще не сам популярный и крайний день 5 у нас остается хучни хучни это центр табасаранского района центр ковроткачества это как раз то место куда мы отправляемся в семью в гости к местным людям которые нас радушно принимают по всем своим обычаям и традициям и уже точно так же кормят на своей домашней едой рассказывать про свой быт и на мастер-класс мастер-классы по ковроткачеству и по приготовлению национального блюда касаемо программ это основное единственное дополнительно на сайте у нас есть также еще раз дополнительные услуги это гиды трансферы катера и прочее мастер-классы и однодневной экскурсии однодневной экскурсии это как раз таки делает ссылку к тому что для программы тоже то же самое дыхание каспии это очень удобно здесь их можно поделить на несколько направлений связано с улаком три варианта север и юг дагестана несколько разные направления и городские экскурсии это поездка в чечню и экскурсия по городу дербенту и дальше про что я хотела вам сказать дополнить это про онлайн бронирование на нашем сайте внедрена система называется натур клик при помощи которой можно как агенту так и туристу подобрать для себя имеющиеся туры сборные туры либо же взять готовый тур и рассчитать под свое количество человек который хочет там туре участвовать то есть сделать его как бы индивидуальным но уже по заранее сформированной программе это хорошо тем что турагенту не нужно ждать ответа от принимающей стороны пока рассчитать стальной программы по к туристу идет это очень удобно и также внизу справа вы можете видеть такой чат был ази на сайте куда можно обратиться и задать какой-то возможно уточняющий вопрос и очень быстро и оперативно вы можете получить ответ из анонсов у нас планируется в конце месяца это рекламный тур по программе визит дагестана пять дней у нас еще остались небольшое количество места программу тоже также можно по кверходу здесь читать дальше это открытие офиса владикавказе соответственно развитие новых направлений разработка бонусных бонусной системы баллов и наполнение сайта социальных сетей разным контентом в том числе новые маршрута теперь теперь я передаю слово своей коллеги ее зовут гелена она вам расскажет уже про полетную программу в дагестан и не только в дагестан и вообще как можно это все дело что положить добрый день у меня слышно видно добрый день слышно можно начинать да тогда коллеги добрый день я кратко очень представлюсь у меня собственно туристический бизнес двухтысячного года я руковожу ассоциацией туроператоров и тур индустрии северо-запада которую успешно вошла наша новая прекрасная молодая фирма и занимаюсь полетной программой вкратце расскажу что за 21 год когда был пандемический год мы сделали полетную программу во пскове воспользовавшись тем что документы оборота можно делать несмотря ни на какие ограничения на данный момент псков летает каждый день в москву утром и вечером сочи калининград казань а как минводы вот с июня у нас полетит из пскова махачкала скорее всего это полетит red wings airlines мы ждем сейчас расписание тарифную сетку это будет очень интересно мы летаем в минск вчера у нас был вкс скорее всего что мы еще полетим и гомель но минск мы уже летаем и мы неделю были на прошлой неделе мы провели почти неделю в столице беларуси поскольку мы с ними очень тесно сотрудничаем и минск тоже полетел на махачкалу таким образом наша клиентская база расширяется от российских туристов до туристов нашего союзного государства это очень приятно потому что братья белорусы очень заинтересованы в дагестане понятно что у них были стереотипы как и у нас несколько лет назад я имею ввиду нас россиян они нас профессионалов но мы придумали такую интересную такое интересное предложение такой интересный проект сделать еще один более масштабный тур не просто напрямую допустим санкт-петербург махачкала и дальше по этим прекраснейшим местам о которых анастасия говорила не просто псков махачкала и дальше полетели нам же надо расширять нашу сетку и клиентскую и расширять маршруты и делать их круговыми я презентовала этот проект в минске на уровне министерства спорта и туризма и на уровне федерального агентства по туризму республики беларусь приняли ее на ура ждем сейчас только расписание еще раз говорю полетной сетки чтобы сделать предложение более того с 23 по 30 марта буквально я улетала из дагестана у нас был рекламник как раз с анастасией с ириной кавказ рф к российской корпорации кавказ рф которая базируется пятигорске сделала недельный тур для представителей белоруссии но там было очень много чиновников и представителей органов исполнительной мласти и пара туроператоров но в любом случае они им показали за государственный счет они за наш с вами счет показали тоже все красоты и возможности дагестана и когда я после этого вышла с предложением сделать вот такой вот круговой тур через псков туда и обратно это конечно большим интересом было воспринято например минск псков мы прилетели мы показали наш прекрасный регион очень аутентичные древнерусские у нас же девиз россия начинается здесь то есть скоп это начало россии начало крещения руси ну и так далее дальше в зависимости от вылета день 2 туристы находятся у нас на территории региона и летят уже на северный кавказ если они хотят еще посмотреть красоты пятигорска там железноводской ессентуку по пятиблаты в ессентуках они могут лететь на минводы а из минвод есть прямой рейс я сама я на нем полетала специально на махачкалу у кого вот это но из махачкалы их уже встречают наши партнеры и везут везде потом машуту которые они приняли из махачкалы они прекрасно уже могут напрямую вернуться в минск это один из вариантов то же самое мы хотим сделать в обратную сторону мы переговорили с некоторыми пока дагестанскими коллегами коллегами северного кавказа которым работаем все таки есть сезонность но имея полетную сетку которая не будет иметь сезонности мы надеемся то и мы скоре и сам петербург и анастасия меня поддержит можем их не туристический сезон принимать их за счет этой полетной программы назад и так скажем демонстрировать нашу глубочайшие историко-культурное наследие это очень интересно от детей до взрослых это познавательно вот и таким ну и отправлять в белоруссию более того сообщение с белоруссией а сейчас это еще и политически важно союзное государство все мы смотрим телевизор да тем более сейчас у нас белоруссия идет все белорусское народное собрание ну то есть это когда все отрасли вообще там у него вся страна получает указание куда и в каком направлении двигаться соответственно у нас еще есть сообщение не только авиа допустим если будет минск псков сезонный есть же д сообщение наземное сообщение соответственно эти маршруты могут быть круговые и в дагестан через псков ну есть же любители и зимнего отдыха более того сейчас надо уже начать запускать зимний дагестан и зимний псков и пользоваться вот этой полетной программы в сначала упомянула кратко про гомель почему потому что у них три аэропорта естественно аэропорт минск который самый большой но есть и региональные аэропорты гомель и аэропорт брест и гомель летает также на москву и питер и мы можем их стыковать на махачкалу то есть они прилетели в москву и полетели москва махачкала они полетели прилетели полкова и полетели полкова махачкала вот это ну не совсем круговой маршрут но вариантов заманить через нас с вами братьев белорусов очень много ну вот вкратце у меня так я думаю что ко мне может быть больше вопросов чем иначе я рассказывать могу часами так у нас было еще одно видео до запасе да тысячелетняя мудрость христианской философии суть христианская мудрость христианской философии суть христианской веры вечность можно прочитать тысячи книг и не узнать ничего можно приехать в псков и увидеть во фресках спасо-преображенского собора мирожского монастыря и понять спасо-преображенском соборе сохранились уникальные росписи созданные лучшими византийскими мастерами в двенадцатом веке алтарь храма небо небес в этом году появится возможность узнать что же скрыто в дьяконники и жертвенники собора и какие последние открытия там сделали реставратор музейный комплекс варламовский угол это новое музейное пространство региона и точка притяжения для жителей и гостей города в 17 веке варламовская башня стала одной из самых мощных башен мсковской крепости и была ключевым звеном в системе обороны города современности в башне размещена экспозиция лев против орла посвященную одной из героических страниц военной истории пскова осаде города войском шведского короля кустова второго адольфа в эпоху смутного времени сегодня как и в прошлом на башнях выставлен круглосуточный караул у наших героев вы можете узнать об истории варламовского угла о государевой службе в городском гарнизоне и об осаде 1615 года вместе со стрельцом и сыном боярске вы пройдетесь по боевым ходам посетите высокую башню и полюбуйтесь чарующими видами города с высоты птичьего полета дозорные также предложат вам проверить удаль молодецкую и поупражняться во владении копьем и бердышом варламовский угол это не только музейное интерактивное пространство но и площадка всегда отрыта для сотрудничества тематических мероприятий и событий тысячи лет псковской культуры от зарождения государственности до имперского блеска россии наследие прекрасной византии и знаки княжеской власти рюриковичей на древних иконах светлые веки князей суровая аскетичность апостолов радостная палитра ренессанса псковских иконостасов глубинная философия троицы и неожиданный сюжет икон противоречивого 17 века изящные формы старинного серебра тонкая резьба и блеск драгоценных камней на окладах древних книг музейный комплекс двор постникова открыл свои двери для гостей и жителей города в 2020 году палаты постникова сразу стали главным выставочным пространством псковского музея который включает в себя 12 залов рассказывающих о истории палат псковском изразце и иконах 15 18 столетий сегодня история двора постникова это музейная экспозиция с интересными познавательными предложениями экскурсий квестов настольных игр театрализованных программ для взрослых и детей с использованием необычных интерьеров и загадочных внутри стенных лестниц детский образовательный центр предлагает сегодня на выбор культурно-образовательные интерактивные программы путешествие в сказку и мир забытых вещей наша территория территория для всех уже сегодня эта площадка для исторических диалогов пространство для проведения корпоративных встреч праздников и других форматов культурно-познавательного досуга вы выбираете тему мы организуем для вас праздник двор постников богатая купеческая усадьба с многочисленными легендами и историей в которых по сей день не могут разобраться исследователи но мы знаем точно что это самая выдающаяся постройка гражданской архитектуры конца 17 начала 18 столетий псковский кремль колыбель истории древнего города сегодня суровые каменные караульные стены и башни кремля напоминают его неприступной славе тысячи туристов ежегодно посещают кремль и не остаются равнодушными ансамбль псковского кремля территория площадью четыре с половиной гектара которая включает себя давмонтов город и кремль ход на территорию ансамбля осуществляется через башню святых ворот пройдя через нее вы окажетесь на территории давмонтово города где откроете для себя псковский помпей музей под открытым небом фундаменты древних храмов которые занимают все его пространство попадая в давмонтов город стоит посетить единственную в россии каменную приказную палату некогда центр воеводского управления и место где вершились судьбы людей здесь необходимо увидеть главную реликвию пскова меч знаменитого князя давмонта на выставке господин псков взять в руки копию этого меча и надеть кольчугу и шлем почувствовать себя средневековым воином земли псковской погрузиться в атмосферу живой истории можно и через программы средневековая модница во что играли наши предки продолжая путешествие в приказной палате можно не просто увидеть ее воссозданные интерьеры но и окунуться в историю этого места через интерактивные и театрализованные программы с кассовой воде в палатах белокаменных канцелярия петра первого и самому стать подьячем посольского стола а на вечевой площади перед собором святой троицы где решали самые важные вопросы господина пскова можно стать лучшими людьми города посадниками боярами купеческими старостами и выбрать достойного князя на программе великая крепость псковский кремль это еще и его башни которые могут наполниться для вас историями из прошлого на программах стрелецкий дозор старая крепость квест поисках ларца ирмала ансамбль псковского кремля это открыто для сотрудничества площадка с широкими возможностями для проведения мероприятий событий до 1000 человек в северной части скос начинается здесь ансамбль псковского кремля всегда рад гостям так ну что возвращаемся коллеги к нашей презентации минутку гелена у вас есть еще что добавить нет я просто хотела показать то что возможности соединить за счет полетки на глубокий глубокий потенциал он налицо да как бы поэтому работа у нас не початый край главное что у нас есть 50 процентов это транспортная составляющая поэтому спасибо большое ну да на самом деле про дагестан наверное уже много кто что слышали это очень очевидно направление про псков это то что не находится сразу на слуху на достаточно интересно и там действительно стоит уделить внимание как друзья у нас с вами основная часть того что мы хотели рассказать закончилась дальше мы переходим к розыгрышу если по ходу у вас возникают какие-то вопросы точно также можете писать и какие-то вопросы уточним детали контактах прикрепленных теперь подробнее про розыгрыш смотрите у нас с вами будет три приза первое это повышенная агентская комиссия до 22 процентов включительно на определенный период то есть в основном она затрагивает весь сезон грядущий это могут быть повышенная комиссия на и на многодневные туры на любой из туров дальше это второй пресс однодневная экскурсия на сулакский каньон открытая дата до 1 октября вы можете ее использовать для себя если вдруг вас судьба занесет дагестан либо же просто продать даже ее туристу а использовать в этой поездке свой подарочный сертификат и третье место наверное самое сладкое самое интересное это место как раз в рекламном туре при условии двухместного размещения на ближайшие даты 23 23 марта мая прошу прощения его начало а вот билеты авиа уже приобретать самостоятельно как будет проходить розыгрыш у нас три вопроса касаемо по теме того что мы рассказывали первые дублируется слайд с вопросами дальше дается какое-то определенное время и нужно в чат будет написать полностью ответ он не состоит из одного слова а вот полностью ответ в чат дальше у нас модератора отследят и после окончания нашего вебинара как выгрузят весь чат посмотрят кто был первый обязательно свяжутся для того чтобы обсудить то как можно получить эти фрезы вот в общем я готова начинать надеюсь вы тоже вопрос зачитывая да на каждый вопрос один ответ нет три вопроса три победителя если вопрос об этом просто и победить а три разных приза чисто теоретически один человек если будет максимально все знающий может забрать все призы которые у него есть отвечать одним ответом на один вопрос давайте по сходу разберемся начинаю с первого если все готовы поехали первый вопрос день с посещением каких мест три локации отвечает программу визит дагестан 5 дней от четырех дней нет точно не махачкала что есть пятидневной программе и что нет в четырехдневной программе три локации четвертого дня если быть точным название так еще жду секунд 30 посмотрю формулировки хорошо ответ ахты термальные источники и ауфеля в общем то среди ответов был правильный позже мы свяжемся дальше второй вопрос соответственно второй должен быть потом ответ едем какое уникальное место название села и высота над уровнем моря есть программе визит южный дагестан вот уж страна у всех получается смотрю супер класс ладно ответ правильный есть до дублируем на всякий случай что куруш это самое высокогорное село европы самое южное село россии ну и третий вопрос за который за который разыгрывается место в рекламный тур возможно он будет может быть не сам очевидно может быть в каком месте россия граничит белоруссии назовите города и области в которых они находятся с обеих сторон одним ответом стороны и россии и со стороны белоруссии исходя из нашего рассказа вижу есть вариант со стороны россии со стороны белоруссии что это может быть за город или область вместо в рекламный тур просто так не попадания дается про него насколько я помню про город со стороны белоруссии видео был ответ правильно гелена да 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 но есть похожие ну такой ближе всего ответ давайте наверное даем еще минутку и уже будем отталкиваться от того что есть максимально близко к ответу правильно ответ дать подсказку про великую отечественную войну и не дать да 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 но проскочил да подскажем что если мы говорим про псковскую область и про белоруссию до великой отечественной войны какой-то можем еще подсказку дать пока все сильно мимо ну вот сейчас был такой расширенный ответ явно понятно что это был ответ григорий да я думаю тут уже люди в карту полезли да давайте дадим ответ отдаем и потом из всех ответов мы выберем тот что был наиболее ближе точно по крайней мере к тому у чему мы загадывали это город псков и город брест соответственно псковской область и если мы говорим про псковскую область то эту псковскую область обрезать мы именно со стороны псковской области границ чем в брестской областью которые почему говорили про войну да то это на четвертый день войны практически Брест принял удар, а потом все перешло дальше. Ну вот Григорий Краснопевцев, я считаю, что перечислил прямо вот сразу все области Беларуси, граничные с, да, и Псковская область, вот у него и Витебская область. Я бы выбрала его победителя. Все, тогда с победителем свяжутся наши менеджеры и с победителем предыдущих ответов, предыдущих, точнее, вопросов тоже мы обязательно свяжемся. На этом у нас то, что мы хотели вам рассказать. Заканчивается вся информация, но, как говорится, заканчивается одно, начинается другое. Поэтому всем большое спасибо за внимание и добро пожаловать в Дагестан. На экране слайде у нас будут указаны наши контакты, QR-код, ссылка на непосредственно сайт и почта. Ждем всех.